Иногда они возвращаются. Живой труп Бабченко потянула на родину. Статья журналистской правды за 18 октября 2019 года. Ты учти, вернешься на окна на Маабрамсе и сдашь его родине. Может и пустим обратно. Будем ждать ухимок. Может захватить с собой Гончаренко, Стерненко и прочих муждобаевых. То мазохистское упоение, с которым он перечисляет все то, что ныне ему трачено, дорогого стоит. Пункт за пунктом. Аркадий в своем плаче на реках Вавилонских перечисляет все то, чем Москва лучше прочих столиц мира. Крутой общественный транспорт. Чистота и благоустройство. Отсутствие бюрократизма. Почти бесплатная медицина. Шикарные рестораны. Всевозможные развлечения. Изыски. Роскошь. Особенного яду набирает текст к моменту сравнения с прочими былыми лидерами прогресса и цивилизованности. Берлин по сравнению со столицей Рейха теперь аккуратненько, но скромненько. Тель-Авив и скромненько, и грязноватенько, и дорого, и пахать надо по 20 часов в сутки. Прага деревня с пивом. Хельсинки. Ну блин, про Хельсинки даже и сказать особо нечего. А начинался весь этот ректальный пожар посылом про колбасную эмиграцию. Дескать, лет 30-20 назад ехали эмигранты за лучшей жизнью. К ста сортам колбасы, в цивилизацию, а теперь они в шоке. Там, откуда они уехали, в сто раз круче и богаче и удобнее. Аркадий, ты больше ничего не хочешь сказать общественности? Ты учти, вернешься на угнанном Абрамсе и сдашь его родине. Может и пустим обратно. Будем ждать ухимок. Можешь захватить с собой Гончаренко, Стерненко и прочих муждобаевых. Пусть бегут в ближайшие ФСБ со списками своих камерадов взамен на вид на жительство. А если серьезно, то Бабченко по простоте своей истеричной выдал то, о чем давно следовало бы сказать вслух и громко на всю планету. Россия снова смогла всех удивить, в который раз за свою богатую историю. Наша страна без пафоса и громких заявлений буквально за десятилетия построила город мечты и город будущего. Город, безусловно, более комфортный для жизни, учебы, бизнеса и отдыха, чем десятки прочих мировых столиц, чванящихся своими историческими артефактами и каким-нибудь уникальным сыром-пивом. Город, который по сумме своих преимуществ уверенно может войти в тройку лучших столиц мира, если не занять там первое место. Просто вдумайтесь в масштаб этого свершения. 15 миллионов человек существует в пространстве, где для них продумано и заботливо устроено практически все. Разве это не цивилизационный прорыв покруче полета на Марс? Разве есть еще такое в мире? Марс – это пиар, показуха. А Москва – вот она, огромная и настоящая. Даже если это прозвучит с натяжкой, но коммунизм таки удалось построить. Вот он, передовой, социальный, дружелюбный для всех солнечный город. Куда в свое время приезжал незнайка? Коммунизм без большевиков, так сказать. А вы, дорогие соседи по планете, смогли создать такие города? Пока что нет. В этом вы отстали. Привыкли, что все передовое всегда у вас. А тут вдруг бац, и Москва обогнала вас, и с своего отрыва мигает огоньками далекими, как звезды. Признать, что Москва сейчас лучше Нью-Йорка, Парижа или Токио у американцев, французов или японцев не хватит духа. Да, и неполиткорректно это. Поэтому спасибо Валаамовой ослице по имени Аркаша, которая непроизвольно пророчествует. И да, куда-то бежать за прогрессом из Москвы точно бессмысленно. Небоскребы Манхэттена и Эйфелева башня, манившие целые поколения русских западников, теперь на фоне молодого московского великолепия выглядят облупленными декорациями из старого кино. Тю, в Москве совсем скоро будет звучать более весомо и солидно, чем в Лондоне. Да, это не Москва, вздохнет вернувшийся в родные пенаты европейский или американский турист. Про азиатских-то и говорить нечего. Вопрос не только в гордости с заслуженными успехами. В крутой город отовсюду стекаются деньги, инвесторы и творческие люди. Статус столицы мира моментально дает огромный буст всему, что там происходит, от кинофестивалей до спортивных событий. Положительные качества самого крутого города Земли логически распространяются и на тех, кто руководит таким городом и его страной. Каждому ясно, что если так сумели, то это очень умелые, продвинутые, компетентные специалисты во всем, от урбанистики до экономики. А это уже вводит вопрос в плоскость не просто частной удачи, а общего качества человеческого материала и системы управления, которые вдруг оказались в варварской России неожиданно выше, чем на цивилизованном Западе. Словом, очень много выводов из этого с неизбежностью следует, приятных для нас и неприятных для конкурентов по цивилизационному соперничеству. Москва – это тот локомотив, который первым въезжает на станцию «Первая держава мира», локомотив, который везет за собой поезд «Россия», но идет при этом в голове состава. Григорий Игнатов Иногда они возвращаются. Живой труп Бабченко потянуло на родину. Григорий Игнатов